Всем привет! В этом подкасте разберем испытания Андрея Савицкого. У него была задача запомнить 480 знаков со значением 0 и 1, то есть бинарную последовательность. Символы были расположены в координатной плоскости, и на запоминание давалось всего 5 минут. Чтобы выполнить это испытание, нам понадобится дворец памяти на 40 мест, нам нужно знать образные коды для чисел от 0,0 до 99, и нужно уметь кодировать бинарные цифры в обычные. Как по шагам выполнять это испытание? Первое. Смотрим на бинарные цифры и кодируем в числа от 0,0 до 99. Второе. Числа переводим в образы, а образы размещаем в дворцах памяти. Как кодировать бинарные цифры в числа? Прямо сейчас выпишите себе на листок. 0,0,0 равно 0. 0,0,1 равно 1. 0,1,1 равно 2. 1,1,1 равно 3. 1,1,0 равно 4. 1,0,0 равно 5. 0,1,0 равно 6. 1,0,1 равно 7. И допустим, дальше мы увидим такую последовательность. 1,1,1, 0,1,0. 1,1,1 по нашей табличке это 3. 0,1,0 это 6. Соединяем, получаем число 36. А 36 это тюлень. Почему так и как прописать образы для чисел от 0,0 до 99 я расскажу в отдельном видео. Дальше у нас, допустим, идет последовательность. 1,0,0,0,1,1. 1,0,0 это по нашей табличке 5. 0,1,1 это 2. Соединяем и получаем 52. 52 это пила. Потом берем тюлень с пилой и размещаем в нашем дворце памяти на одном месте. Например, на столе. И так со всеми остальными нулями и единицами. То есть смотрите, у нас получается, что мы на одном месте в нашем дворце памяти размещаем по два числа, а это получается 12 нулей и единиц. На выполнение всего задания нам, повторюсь, нужно будет 40 мест. Под этим видео будет ссылка на полное выступление участника, а также ссылки на полезности. С вами был Андрей Сафронов. Услышимся дальше. Продолжение следует...